добрый день друзья с вами коры в мегаполисе ребят решил снять пока спокойно лежат я даже не вижу вам видно их нет вот так вот видно солнце просто не солнце небо отражается я не вижу что тут происходит просто сейчас зайду они все от меня убегут сегодня им 72 два дня и можно кое-какой итог сегодня подвести по содержанию мускусных уток ну вот как я и говорил все поднялись и ушли вот в 70 дней решил одного убрать посмотреть какой будет вес вот убрал одного из тех у которых опускаются крылья вот думаю на племя их в любом случае оставлять не буду поэтому думаю буду убирать у них даже не то что они опускаются как уже в растопырку становятся вот они все крупные это вот такие и в основном вот у них это и происходит ну таков много есть из кого выбрать так что я думаю семью то я две семьи я из них составлю вот так что убрал я значит одного у . такого же вот черно-белого вес его 2 248 если быть точным был он в потрошенном виде вот уже кстати я с ним не так долго мучился при общипывание весь процесс у меня занял 40 минут вот конечно полезли уже там маленькие такие то что перышки какие-то волосики черные которые просто невозможно убрать вот ну а полил принципе все нормально по вкусовым качеством скажу что я теперь тут приоритеты свои в общем выстроил по-другому раньше на первом месте у меня были перепела затем петушки породные и на последнем месте бролеры вот теперь ответов мускусные утки вот у меня наверное они теперь у меня на первом месте но мясо мне очень понравилось такое очень вкусное вот готовится достаточно быстро вот так что мускус у меня на первом месте вот паразиты кусаются до сих пор представляете такие большие вот кусают там одного хрюндель но сейчас расскажу какие у меня затраты на них за этот период были ну и себестоимость килограмма мяса этого мускусенка который вот ругается один другого там вот вдалеке ущипнул а тут ему сдачи дает ну и кстати сможем с вами завесить крупненьких выберем средненьких и завесим вот черный стоит красавец но этого я оставлю у него с крыльями все в порядке он такой черный конечно я скажу друзья я сначала что-то мне тут все как бы ну не то что расстроили темная птица здесь вот эти пеньки не товарный вид но для себя это вообще ни о чем не говорит и даже друзья готовы таких покупать вот отведав миска до утки тут думаешь да вообще плевать на эти пеньки что они черного цвета но это вообще так сказать уже дело последнее вкусовые показатели и кстати рентабельность содержания птицы мне кажется все перекрывает ну сейчас я вам в цифрах всего более подробно расскажу сходил я за своей тетрадочкой вот здесь у меня все записи которые я сделал ну в общем вот подвел итог вот ну и что по факту получается каждый из этих утят за 70 дней съел такая цифра получилась интересно но среднее понятное дело кто-то больше есть кто-то меньше 7 килограмм семьсот семьдесят семь грамм вот такой вот вес кормил я вам скажу изначально недорогим комбикормом это баскатовским кто смотрел мои тесты последние где этом о коз пурину и баскатовский комбикорм на бролерах тестировал скажу я вам что на баскатовском была самая приятная себестоимость килограмма мяса бролера но несмотря на то что они не выросли средний вес где-то был на 300 грамм меньше чем на пурине например и на указе пурина и указе показали практически одинаковые там результаты вот но тем не менее баскатовский вот по себестоимости показал хорошие результаты но и здесь тоже кормил я их сначала стартом утином вот и потом был у меня мешок кстати богдановича финиша 40 килограмм я покупал для бролеров ну там там бролеры еще как бы ели этот старт вот и им не нужен был финиш я скормил этим ребяткам вот ну и затем тоже брал финиш баскатовский вот ну и основную ой основную уже после после финиша я их перевел на универсальный комбикорм такой там на нем написано телята барана бараны куры и еще кто-то тоже баскатовский вот и плюс добавляю я им пшеницу и кукурузу ну в общем вот комбикорма общего вот вес они съели я сказал каждый из них 7 килограмм 777 грамм ну здесь кукурузы 15 килограмм на всех они съели и пшеницы 15 килограмм то есть одинаковое количество вот и общая сумма затрат на корм у меня получилось значит сколько общая сумма затрат получилось в 211 рублей вот на каждого я затратил на комбикорм пшеницу с кукурузой вот ну плюс тут трава вся эта лебеда была все что тут летом росло в саду я им этот портулак овощной тоже они очень любили капуста кабачки вот тоже кушали с удовольствием вот огурчики то есть вот это вот такой был у них рацион так ну и что вот я на авито посмотрел какова цена у нас за килограмм наутина и мясо в основном 350 рублей я смотрю по этой цене продает вот ну и посчитаем вот я сказал что два килограмма 248 грамм это получается но 787 рублей за эту цену можно было продать тушку вот ну отнимаем затраты 211 рублей получается 576 рублей прибыль суток тут вот электричество еще никакое у них ну не использовалось подогревать не надо было вентиляции не нужно то есть никаких затрат затраты были только на корма но я покупал еще хиловид пропаивал всех ну я его даже не считаю там участь копейки какие-то на них на всех их разделить там вот грубо говоря 200 рублей это по 10 рублей на утку даже меньше там чем по 10 рублей вот и получается друзья доходность у нас двести семьдесят три процента в принципе прекрасный показатель я думаю вполне себе неплохая альтернатива бролером если есть возможность их конечно держать вот условия им не нужно создавать такие как для бролер но вот они здесь жили было и жара в принципе лето у нас жарко и помните было да они спокойно все это переносили вот так что прекрасная альтернатива для бролера и скажу ну мясо конечно ни в какое сравнение бролер на не идет с мускусом вы знаете даже вот свой бролер он это вот ну я уже сказал что мне на последнем месте в принципе вот так что я замуж вкусных уток очень надеюсь я вам все что хотел рассказал а нет не все мы с вами хотели взвеситься да сейчас мы парочку возьмем там крупненьких ребят средненьких вот красные утки они уточки они достаточно маленькие но мы сейчас с вами возьмем у таков и взвесим вот как я говорил где вот шоколадный такой красный вот этот уточок на переднем плане крупненький сейчас мы с вами с него и начнем взвешивание вот я вам скажу что здесь он именно никакие не кирпичи ну сейчас мы с вами его взвесим друзья ну вот его вес 3 630 я думаю что он в потрошенном виде будет тоже весить где-то 2 300 кстати знаете как он прекрасно из мешка вылез своими когтями у просто поднялся вот здесь вот голова уже у него сейчас торчало так что такие они альпинисты ну сейчас еще камень зависим взял вот черныша которого решил я оставить сейчас посмотрим сколько он есть слушайте друзья как под копирку тоже 3 килограмма 630 грамм чего себе одинаковый вес взял вот такого серо-голубого но этот весит 3 860 как-то плохо все видно не пойму я 3 860 крупнее так будем еще кого-то взвешивать или достаточно сейчас маленьких каких-нибудь ну хотя уточки что они там я думаю килограмма два с половиной 2 800 сейчас взвесим кого-нибудь из них взял вот такую красную уточку элегантные в принципе они вот внешне все похожи и по весу я думаю они тоже будут похожи так что по ней можно будет судить о других уточках ну вот она весит 2 335 грубо говоря даже не знаю сколько она в потрошенном виде там будет тело 800 наверно до полтора килограмма не знаю вот так что но друзья такие у нас выстроили все забоялись меня такие у нас результаты на 70 дней ну правда сегодня уже им 72 дня если быть точным вот ну и продолжаем расти дальше набирать вес и радовать папу друзья я тут произвел окончательные подсчеты и кстати сравнил затратами на бролеров мне сначала показалось что уточки по себестоимости бролеров обгоняют на самом деле все не так я сейчас посмотрел свои записи ну что могу сказать ну во первых понятное дело тут у как у таков ну 50 процентов и 50 процентов уточек то есть себестоимость тут уже у нас будет среднее если я сказал там 276 процентов по моему до доходность на у таки то на уточки это 150 процентов вот меньше да и грубо говоря тут нужно брать средние цифры и где-то будет 200 процентов наверное вот так вот да ну а по себестоимости килограмма мяса я могу сказать следующее что вот например последняя моя партия которую я откармливал на баскатов скому к за и пурина на баскатов скам комбикорме бролеров я имею ввиду килограмм мяса обошелся мне в 63 рубля 30 копеек okz 71 рубль 7 копеек и пурина была самая дорогая 1 килограмм мяса обошелся мне 82 рубля 18 копеек вот но по мускусом здесь картина совсем другая здесь получается что килограмм мясом мне обошелся в 94 рубля вот 94 рубля а друзья да нет что-то я тут все напутал да это вот они мне во столько обошлись но килограмм мяса то индоутки стоит на 100 рублей дороже так что так что нужно посчитать общую дохну доходность бролера вот точно что нужно было сделать вот не то я тут немного сравнил себе стоимость килограмм мяса на и вот доходность птицы но я сказал что средняя доходность где-то 200 процентов да у нас получается ну плюс минус туда-сюда на мускусах а на бролерах значит сейчас сейчас посмотрю сколько на бролерах так друзья ну я тут немного посчитал но хочу сказать что на различных кормах и доходность различные вот по бролеру например да если на баскатовском практически 300 процентов была доходность по бролерам даже чуть больше там 304 процента на пурине и тот же самый показатель 170 процентов ну и вот для сравнения видите здесь вот 150 270 процентов доходность получается у мускусных уток вот так что ну вот делайте выводы в принципе это все тут индивидуально корма у всех разные пшеница у нас там по 12 рублей я считал кукурузы уже не помню сколько там стоит все записи не буду же опять эти записи поднимать вот ну в общем вот такие результаты такие результаты ну насколько можно судить сами мне скажете все это здесь достаточно показательно или нет в общем что есть то есть друзья ну на этом я хочу с попрощаться всем всего хорошего подписывайтесь на канал куры в мегаполисе и оставайтесь с нами ставьте лайки не забывайте комментируйте спрашивайте советуйте всем добра